Человек, который себя уважает, человек, который может совершенно спокойно расправить плечи, вести достойный образ жизни, а не существовать на мизерные зарплаты или быть безработным, он обязан понимать, что он и есть европеец. И так жить, как мы сегодня, нельзя. Так лучше делать эволюционным путем, чем революционным. Он законы против предпринимательства, бизнеса и всего прочего. Лучше это уже сделать с ними, они подскажут, как, если мы сами не способны ничего сделать. Второе, ну, даже показатели социально-экономические, то есть Россия, как интервьюционный центр, она менее выгодна, менее привлекательна, чем Европейский Союз, и это совершенно очевидно даже по социально-экономическим показателям. Нет у Украины, нет у нашей страны другой альтернативы, кроме как движения к европейским правилам жизни внутри государства, к европейским лекалам жизни, которые прежде всего говорят о следующем. Каждый гражданин в государстве должен быть убежден в своей защищенности, и каждый гражданин, начиная от высшего руководства страны, заканчивая обычным человеком, должны жить по законам, по правилам, а не по неким азиатским обычаям, а именно так сегодня живут в нашей стране так называемая наша политическая элита. Поэтому, безусловно, подписание в Вильнюсе соглашения об ассоциации должно стать только первым шагом вот на этом долгом пути реформирования всего государственного устройства. Европейский Союз на облигации надо, конечно, но делать это не ущерб интересам, в первую очередь экономическим и политическим интересам нашей страны. О чем идет речь? Мы знаем о том, что сегодня большое количество или большой объем производства, который экспортируется, идет на страны бывшего СНГ, точнее, страны СНГ. И мы не должны потерять этот рынок. Для меня отсутствие границ, будь то в сторону Евросоюза или в сторону России, было бы большим благословением. Осознание Украины как социума, как какой-то единицы в этой свободной Европе. На этой неделе я пережил событие, которое меня в ментальном плане очень сильно задело. Мы пытались ввести в Одессу 16 тысяч подарков для детей из приютов, школ, для детей Одесской и Одесской области. То, что мы проводили в течение длительного времени. Это стало невозможным. Я спрашиваю себя, откуда берутся эти препоны? Почему не всегда люди могут способствовать тому, чтобы сделать приятно каким-то другим людям? Я тоже не представляю себе Украину, висящую под капельницей Евросоюза. Так не должно быть. Украина самостоятельное государство и в принципе самодостаточное государство. Но насколько мы свободны в принятии наших решений, это является для меня на сегодня основополагающим вопросом. Михаил Шмушкович предупреждает. Да, реформирование страны в рамках ассоциации будет болезненным для некоторых отраслей экономики. Но больше откладывать это нельзя. Технологически, энергетически, просто за счет коррупционной составляющей, которая, к сожалению, в нашей стране занимает колоссальную роль. Пойдет еще какое-то время, эти производства все равно умрут. А попытки их поддерживать, брать еще каких-то кредитов, ну хорошо, мы через 5-7 лет столкнемся с теми же негативными последствиями, которые на первом этапе от ассоциации, безусловно, будут. Только при этом внешний долг, внутренний долг вырастет еще. Что же касается отношений с Россией, то Украине нужно равноправное партнерство и долгосрочная перспектива. В формате сотрудничества с таможенным союзом последнего точно нет. Может быть на первом этапе там можно договориться, что будут какие-то послабления по газу и так далее. Но в конечном итоге перспективы, вот глобальные перспективы в этих союзах я на сегодняшний момент действительно, к сожалению, не вижу. Россия ведет слишком агрессивную политику в отношении Украины. И, ну, все-таки мы самостоятельное государство. И я считаю, что мы должны как бы общаться с другими государствами в каких-то припятных началах. Там должна, ну, там Россия, как большая страшная, диктовать, ну, каким образом мы будем жить. Поэтому, из-за того, что Россия ведет слишком агрессивную политику, я думаю, что нам будет лучше всего. Манна небесная на каждого украинца после подписания договоров об ассоциации не прольется, считает Алексей Гончаренко. Но для простого человека плюсы в другом. Мы будем приближаться к европейским правилам игры. Мы будем стремиться внедрить европейские правила. А правила эти простые, понятные любому человеку. Это равенство всех перед законом, верховенство права. Это социальная справедливость, социальная защита. Это защита человека от труда. Сегодня все это реализовано в Европейском Союзе. Для нас очень важно, чтобы эти наши общечеловеческие ценности работали и в нашей стране. Чтобы наши молодые люди не пытались реализовать себя где-то за рубежом. Они должны реализовать себя здесь. И это один из этапов реализации наших идей, наших планов и наших возможностей. Система, система работы в белую, уплата налогов, которые наполняют казну и работают на людей. Вот это я считаю, что мы получим от Европы. Второе, цивилизованный путь развития. В Европе не приемлют коррупционные схемы, что на сегодняшний день еще в России является тоже большой проблемой. Редактор субтитров А.Семкин